Индекс доллара США В этот же день вышли продажи домов на вторичном рынке за июнь. Они увеличились на 2,6%, достигли максимума с 2007 года и составили 5,04 миллиона штук. Инвесторы ожидают, что по итогам всего 2014 года рост продаж вторичной недвижимости превысит 3%. В четверг появилась еще одна порция позитивной статистики. Количество впервые зарегистрированных безработных за неделю достигнут минимального уровня с февраля 2006 года и составило 284 тысячи человек. Это еще один весьма позитивный показатель для американской экономики. Число новых рабочих мест ежемесячно увеличивается на 200 тысяч уже пятый месяц подряд, впервые с конца 90-х годов прошлого века. Отметим, что на прошлой неделе на фоне укрепления доллара наблюдалось ослабление евро. Евросоюз граничит с Украиной, где сейчас идут боевые действия. Это оказывает негативное влияние на курсы единой европейской валюты. Вероятно, некоторые инвесторы помнят, что во времена предыдущего европейского вооруженного конфликта в Югославии в начале 90-х годов евро обвалилось на 25%. На этой неделе в США ожидается много очень важных событий, способных повлиять на валютный рынок. Макроэкономические данные будут выходить каждый день, однако наиболее значимые будут среда и пятница. В среду выйдут предварительные данные по ВВП за второй квартал. Ожидается его рост на 3,6%, что с запасом компенсирует падение на 2,9% по итогам первого квартала. Также состоится очередное заседание ФРС, в ходе которого ожидается сокращение программы выкупа американских гособлигаций на 15 млрд долларов до 20 млрд в месяц. Увеличения вызваны тем, что следующее заседание ФРС состоится лишь 17 сентября, а в августе его не будет. В пятницу выйдут данные по американскому рынку труда за июль. Ожидается, они будут такими же позитивными, как и ВВП в среду. По прогнозам, рост No Farm Peer Roles заметно превысит 200 тысяч человек. В целом прогнозы американских экономических показателей свидетельствуют в пользу продолжению роста курса доллара. Посмотрим, как на это отреагирует валютный рынок.